Начнем, наверное, с последней песни. В присутствии Бога все по-другому, правда? И проблемы, и наша борьба за грехом, наши душевные терзания. Ну, вся реальность нашей жизни, она принимает совершенно другой взгляд, когда мы находимся в присутствии Бога. Но это не всегда есть в нашей жизни, во-первых. Не то, что Бог не с нами всегда, но мы не всегда находимся в Его присутствии. Будет правильно сказать, что Его присутствие с нами всегда, но мы не всегда в Нем. И Слово Божие говорит, что будет такое время, когда вся земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. Скорее всего, это говорится о времени, когда Иисус будет править этой землей в Мессианском Царстве. Но также сегодня, чем ближе к этому времени, тем больше Бог желает, чтобы мы приблизились к познанию Его славы. И в вопросе Бога познания, познание славы Божьей, это высший уровень познания Бога. Его слава – это само Его присутствие. Я даже не знаю, как Его слава познается, наверное, тем, что мы пребываем в ней. И эта слава как-то, ну, входит в нас, я не могу это объяснить, это не процесс знания. Это, наверное, как раз и есть наибольший процесс интимного отношения с Богом, познание Его славы. Нет выше этого ничего. И пророк Осия говорит о том, что мы должны стремиться познать Господа, как утренняя заря еврея Его. И для Бога, боговидение важнее, чем жертвоприношение. И нет ничего важнее в жизни человека, чем богопознание. Потому что вообще все, что мы имеем для нашей жизни, для нашего благочестия, это даровано оттуда. От Его великой силы. То есть без Божьей силы мы не можем ничего. Мы не можем жить нормально. Мы не можем не иметь никакого благочестия, которое воистину есть сила. Не то, что внешне имеет вид, но силы Его оттрекшиеся. На самом деле истинное благочестие имеет силу от Бога, который приходит в нашу жизнь. Но апостол Петр говорит в Первом Послании, что мы получили, мы получили дарованную силу от Бога. Мы получили все. Но это происходит не автоматически. Очень важно понять, что вообще все духовное наше возрастание, все наше духовное обогащение, оно никогда не имеет значения автоматически. Я объясню почему. Потому что Бог уважает нас. Потому что Он не создал какого-то робота, не создал какую-то марионетку, Он создал личность. И потому что мы личности, поэтому автоматически ничего не происходит. Все происходит по нашему воле и изъявлению. И поэтому через то, что мы получили дарованное все от Бога, оно в нас пребывает и увеличивается через познание Его. Через познание призвавшего нас с учебных света. И вот сегодня я хочу, может быть, говорить о том, а с чего начинается богопознание. Потому что, наверное, было бы неправильно сейчас начать сразу с познания славы Божьей. Потому что до этого нужно дойти. Это нелегкий путь и далекий путь еще. И неправильно человеку, верующему, сразу начинать богопознание с познания славы Бога. Потому что это, можно сказать, не то что конечный пункт, скорее всего конечный пункт, потому что это будет в самом конце нашей жизни всегда. И в нашей жизни богопознание, познание, пребывание в Его присутствии, это уже то, чего мы должны добиться в своей жизни. Но надо с чего-то начинать. И хорошо бы верующим людям знать воистину, что является первым классом. С чего все начинается, где первый шаг, где фундамент богопознания. Что самое первое в познании Бога. Потому что иногда люди сразу стремятся познать славу Бога. Или познать силу Бога. Или познать премудрость Бога. Но познание Бога не начинается с этого. И проблема, что люди так и не достигают в жизни никогда до этого, или живут в непознании Бога, или живут в имитации религиозной, или в постоянном поиске и не достижении чего-то, потому что они не делают первый шаг. И первый шаг – это Колоссянам 1.9. Давайте мы начнем отсюда. Первая глава Колоссянам, 9 стих. Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовным, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком благом и возрастая в познании Бога. Аминь. Итак, Павел пишет за колосских верующих, чтобы они возрастали в познании Бога. Но познание Бога начинается с самого первого – с познания Его воли. Если человек не настроен познавать волю Божию, у него не будет способности познавать Божью премудрость, или Божью силу, например, или уж тем более Божью славу, потому что Бог просто так свою славу не раздает. Мы здесь не должны обманываться. Божья слава не дается по милости просто так. По милости мы получили спасение. По милости мы получили совершенно незаслуженный доступ к Богу, но чтобы пребывать во славе, мы со своей стороны должны сделать какие-то правильные вещи, которые Бог ожидает от нас. И самое первое, что Бог ожидает от нас – это то, чтобы мы посвятили себя к познанию воли Его – благой, угодной и совершенной. Теперь вопрос – каким образом верующий человек может познавать волю Бога? Это очень просто. Волю Бога мы можем познавать своею волею только. Понимаете? Познание Божьей воли – это не просто мистическая какая-то поиск, какой-то информация от Бога. Как люди часто тоже начинают Богопознание, познание Божьей воли через то, чтобы пускать пророки, или кто-то же откроет, какая воля Божия для меня не с этого начинается. Это тоже неправда. То есть это неправильный путь. Правильный путь, что мы начинаем познание Божьей воли через то, что мы познаем через нашу волю. То есть наша воля должна смириться под волю Бога. И первый пункт благопознания это послушание. Когда человек готов, чтобы его жесткая, упрямая воля смирилась под волю Божью, он через это позволяет. Хотите Божью волю познать на самом деле? Попробуйте-ка начать исполнять слово Божие. И вы, во-первых, познаете волю Божью, и свою волю познаете упрямую, вредную и железобетонную. Вы сразу почувствуете, где ваша воля, где ваше упрямство, где ваше несогласие, где ваша гордыня. И вот пока вот эта воля не смирится под волю Божью, вы не можете войти в дальнейшее благопознание. То есть не нужно обращаться и не нужно играть в религиозные игры. Потому что Бог на самом деле желает близости. На самом деле Бог желает, чтобы мы вошли глубоко в Его присутствие. На самом деле Бог приготовил для нас невероятные богатства. Но первый шаг, без которого вы никуда не уйдете, это послушание. Без того, чтобы начать входить в послушание Бога, ничего не происходит. Поэтому в Риме, в 11 главе апостол Павел говорит, что мы прежде всего должны предоставить... Что значит предоставить? Добровольно в себя отдать свое тело со всем внутренним состоянием, жертву Богу, живую, святую, благоугодную для разумного служения нашего. Также мы должны дисциплинированно, следя за своим мышлением, не сообразовываться с веком сим. Мы должны через богомыслие, через познание слова преобразиться духом ума нашего. И только после этого мы познаем, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Понимаете? То есть, если мы не готовы на то, чтобы принести себя в жертву, мы вряд ли можем рассчитывать на очень близкие отношения с Богом. Потому что близость, она дается только через посвящение, через жертву. Иисус сказал, что кто хочет идти за мной, пусть возьмет крест свой и несет. Сейчас я процитирую, как это написано конкретно. Тогда Иисус сказал, Матвея 16.24. Можешь не открывать? Отвергни себя. Спасибо, я сам прочитаю. Тогда Иисус сказал ученикам своим, если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. Аминь. То есть, в чем здесь самое главное? Опять же, в этом стихе очень важно сразу понять и вместить, что здесь самое главное. Потому что с личным крестом тоже есть различные какие-то недопонимания у людей. Часто у людей воспринимается, что самое главное в личном кресте это страдание. Но это неправда. Страдание это то, что может сопутствовать, а может не сопутствовать этому. Потому что мы не должны концентрироваться на страдании. Можно страдать совершенно не связанно с крестом. На самом деле взять свой крест это идти за ним. Самое главное здесь идти за Христом. Но мы не можем идти за Христом, пока мы не отвергнем себя. Мы не можем идти за Божьей волей, пока мы не отвергнем свою волю. Это невозможно. То есть весь смысл, что Иисус говорит, идите за мной, и мы уже отвергаем себя, мы уже распинаем свою душу, свое я, не просто так, а ради того, чтобы идти за ним. У нас есть что-то высокое и важное. То есть это не просто самораспятие, это не просто цель распяться, цель идти за ним. Почему? Потому что если мы пойдем за Иисусом, Иисус нас приведет в присутствии Отца Небесного. Если мы пойдем за Иисусом, мы войдем глубоко во святое святых с Ним. Если мы пойдем с Иисусом, Он покажет нам великое и недоступное, Он откроет нам небеса. Но чтобы пойти за Иисусом, нужно взять крест, не возлюбить души своей, сораспяться в Христу и сказать, уже не я живу. Но вы знаете, смысл галатам, в галатах написано, что ибо не я уже живу, не смысл, что не я живу, а что Он живет во мне. То есть понимаете, самое главное в этом стихе, ибо не я уже живет, но живет во мне Христос. То есть мы должны понимать, что смысл не просто растворение нашей личности, а что наша личность, она просто полностью преображается в Божьем свете. Поэтому, все начинается в вопросе богопознания, в том, что мы должны разобраться со своей волей. Бог желает спасти человека полностью, спасти наш дух, душу и тело. Наш разум, наши чувства и нашу волю, и с нашей волей все самые большие проблемы. Потому что наша воля это то, что было причиной у греха. Потому что как по причине непослушания одного все стали грешными, так по причине непослушания одного все стали праведными. То есть когда бог сотворил человека, он сотворил его подобным себе. Он сотворил человека со свободной волею. Каким образом он запустил, можно так сказать, этот механизм свободной воли? Каким образом эта свободная воля стала работать? Когда бог сотворил человека, он сказал, от всякого дерева в саду ты можешь есть. Смотрите, бог начал незаконятно с разрешения. То есть бог это не тот, кто все запрещает, ходит, это не трогай, это не трогай, это не трогай. Он говорит, ты все можешь есть. Но чтобы человек воистину был свободным, он говорит, ну вот одно дерево нельзя трогать, и тут одно дерево послужило свободой для человека. Во-первых, бог не начал с запрета, он не начал с того, что тебе нельзя это есть, а вот это тебе можно есть. Он начал с того, что тебе можно есть, и можно есть от всех деревьев. Посмотрите, запрет всего один был. Он не сказал, тебе от всех деревьев нельзя есть, от одного только можно есть. На самом деле Бог, Он не ограждает нас. Сюда не ходи, сюда не ходи, сюда не ходи. То есть Бог не такой. Он сказал, ты можешь от всех деревьев есть. Но чтобы ты воистину был свободный, я дам тебе выбор, и всего одно дерево не нужно трогать. И через непослушание человека, его воля попала в рабство дьявола. Потому что дьявол это дух отверженности действующего во вселенной, который противостоит Богу. Находясь под Божьим управлением, с одной стороны, это все равно дух противления, который ныне действует в ценах противления. И интересно, что как человек через поедание этого плода, он свою волю отдал в рабство дьявола, так и Иисус Христос сказал, что моя пища есть творить волю пославшего меня. То есть Иисус сказал, говорит, я, говорит, питаюсь тем, что моя воля полностью подчинена Отцу Небесному. Он всем своим жизненным путем и смертью показал полнейшее послушание Отцу, чтобы нас сделать правильными. Он пошел на крест не потому, что он хотел или не хотел, потому что такова была воля Отца. И Он сказал, да не моя воля будет, но Твоя, Отец. И поэтому нам очень важно в жизни возрастание, в нашем искуплении дать послушание Иисуса Христа развиться в нашей жизни. Потому что Иисус в нас. И мы послушны в Иисусе Христе, в этом духе, который в нас находится. Но мы должны отвергнуть свою ветхую природу. Потому что по ветхой природе мы бунтари. Потому что когда мы находимся в плоском состоянии, мы бунтари и мятежники. Вы знаете, как буревестник, который реет над бурей. То есть может и гордая птица, которая орет, визжит над бурей, реет. Или плоть, она так же, как толстый пингвин, который прячется в скалы. Не знаю, что это не нацплыл образ. Но это все ненормально совершенно. Потому что буря грядет на этот мир. И хоть ты гордо реет над морем, хоть как толстый пингвин в скалы лезет, никто не спасется. То есть мы должны просто распять и отвергнуть и гордыню, и трусость, и вот эту пингвиню плоть, которая в скалы прячется. Мы должны просто отвергнуть это все. И жить той жизнью, которую в нас вложил Иисус Христос. Итак, давайте мы откроем сейчас Ефесянам пятую главу. 17 стиха посмотрим. Итак, не будем нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. И не убивайтесь вином, от которого будет распускано, и исполняйтесь духом. Аминь. Это первый стих, который я открыл, чтобы на примере нескольких стихов показать, что послушание дает в жизни верующего человека. То есть зачем нам это нужно? Что через послушание мы обретаем на самом деле? Послушание, мы сказали, это познание воли Бога. Познание воли Бога невозможно без того, чтобы нашу волю смирить под волю Бога. Правда? То есть на самом деле истинное послушание, истинное познание Божьей воли это послушание. И здесь эти стихи, думаю, не случайно рядом стоят, что мы должны познавать Божью волю и исполняться духом святым. Потому что в Слове Божьем говорится, Петр сказал в деньах апостола, что дух святой, которого Бог дает повинующимся ему. То есть если мы смиряем нашу волю под волю Бога, мы познаем Бога через послушание, через это мы исполняемся духом святым. Потому что мы получили залог духа святого при спасении. Но Бог желает, чтобы мы обильно были наполнены духом святым. Но непослушный человек не получит духа святого много. Потому что, скажем так, богатство духа святого дается через посвящение, через жертву и через послушание. То есть не может непослушный человек исполняться духом святым. Он имеет залог духа святого, да, он спасенный, но он может просто на сущнике всю жизнь прожить, если он не исполняет заповеди Божьи, если он непослушный, не имеет водительства Божьего. И в Евангелии Атеана, 14 главе, Иисус говорит, кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. И я явлюсь ему сам. И дальше говорит в 23 стихе, кто соблюдает слово мое, мы, я и Отец придем, и любитель у него сотворим. То есть, видите, через послушание, а с чего начинается послушание и познание Божьей воли? Исполнение Божьих заповедей, которые написаны в Библии. Если мы трепещем над Словом Божьим, то Бог очень внимателен к нам. Слове Божьим говорит, кому я внимателен? К тем, кто имеет сокрушенный дух и трепещет над Словом Мое. То есть, если человек добровольно избирает путь уважать Слово Бога, исполнять Его заповеди, то Иисус обещает, что я приду и явлюсь Ему внутри Его Духа. Этот человек необычное получит близость со мной в своем духе. И не просто человек переживет необычное состояние переживания Отца Небесного в своем духе, потому что я, Отец, придем, и обитель в нем сотворим. То есть, это говорится о том, что через послушание мы можем иметь увеличение внутреннего помазания Бога. И с нами будет происходить то, что мы будем иметь истинное помазание, которое будет учить нас. Оно истинное и не ложное, и мы должны в нем пребывать. То есть, понимаете, как это происходит? Это происходит так, что мы через послушание будем чувствовать внутри большее присутствие Бога. Мы начнем слушаться это присутствие Бога, этого помазания, и через послушание это помазание будет возрастать в нас. Все больше и больше, и путь послушания – это путь помазания. То есть, через послушание внешней заповеди, через послушание Слова Божьего на первом этапе, Мы внутренне начнем переживать присутствие Иисуса Христа внутри себя. И дальше оно будет увеличиваться, и уже Бог будет вести нас Духом Своим. И тогда мы уже можем сказать, что все вводимые Духом есть сыны Божьи, которые живут не по плоти, но по Духу. Как жить не по плоти, но по Духу? Это подчинять себя воле Божией. Подчиняться Слову Божьему, учиться понимать внутренние помазания в своем сердце, учиться распознавать движение совести, состояние мира, состояние внутреннего движения Бога. Я бы не хотел, чтобы это были просто религиозные фразы, я думаю, хоть немножко вы понимаете, о чем я говорю. Хотя бы на начальном этапе вы понимаете, что все-таки мы должны научиться внутренне переживать присутствие Бога в нас. Потому что Он есть в нас. Но Он желает не просто, Он желает водвориться внутри нас. Потому что если мы храм Божий, то Бог желает не просто в нас пребывать, а знаете, как в первом храме сходить в нас всей шахином, наполнять нас внутренне. Необычным присутствием пребывать в нас, чтобы мы просто пропитались этой жизнью полностью. Так вот, то, о чем я говорю сейчас, это познание славы Божьей. Слава Божьей, прежде всего, может познаваться внутри нас. Потому что мы есть светильники. Правда? И Бог призвал нас в свой чудный свет. И мы светильники, которые можем наполнены быть Божьим светом, светом Божьей славы. Но в это мы можем войти лишь только через послушание. Что еще мы можем приобрести или увидеть, какое богатство мы получаем через послушание? Лука 17, глава 5 стих. Сказали апостолы Господу, умножь в нас веру. Аминь. Интересно посмотреть, с чего они осознали, что им нужно большую веру иметь. То есть, когда Иисус сказал, что если кто-то согрешил против тебя, 7 раз в день, 7 раз обратиться, нужно 7 раз простить ему. Они говорят, ну тогда веру нашу, надо умножить. То есть, смотрите, простить очень тяжело. Это не просто по-настоящему простить. Раз ученики сказали, умножь нас веру. Вы должны понять, что прощение требует большой веры. И они сказали, ну тогда умножь нас веру. И вот Иисус говорит, отвечает им, как всегда, притчами. Если мы задавались вопросом, как мы можем, чтобы наша вера увеличилась. Иисус говорит, если бы вы имели веру с горчичное зерно, и сказали смоковнице сей и сторнись, и пересадись в море, то она послушалась бы вас. Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего по возвращению его споря, скажет ему, пойди скорее садись за стол. Напротив, не скажет ли ему, приготовь мне поужинать, и подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам. Но станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполните все поверенное вам, говорите, мы рабы, ничего не стоящие. Потому что сделали, что должны были сделать. Аминь. Итак, апостол задает вопрос, умножь нас веру. Иисус отвечает, вы сами должны себе веру умножить. Я не буду ее умножать. Потому что вы получили зерно веры. То есть, вы получили зерно веры, и она умножается в вас через послушание. То есть, если вы будете послушны, если вы будете исполнять то, что вам сказано, эта вера, она прорастет и умножится в вас. Вы должны это делать в смирении, почитая себя, как рабы, ничего не значущие. Потому что, когда мы смиряемся под крепкую руку Божьей, исполняем все его повеления и получения, как рабы Господни. Что с нами происходит? Та вера, которую он вложил в нас, она умножается. Поэтому, богопознание начинается с познания воли Божьей. Воля Божья познается нашей волей. Процесс познания Божьей воли называется послушание. Через послушание, это первый шаг в присутствие и близость, и познание Божьей славы. Через это мы приобретаем внутреннее богатство общения с Богом. Через это мы привлекаем Божье внимание к нам. Хотели бы ли вы, чтобы Бог был внимателен к вам? На самом деле, Бог будет внимателен к вам ровно настолько, чтобы вы будете внимательны к Нему. Потому что он говорит, что я очень внимателен к тем, кто трепещет и уважает Мое Слово. Если мы уважаем Слово Бога, ровно настолько мы уважаем Его Слово и в послушании Его Слова находимся, настолько Бог очень внимателен и заинтересован нами. Он любящий Отец, и мы всегда в Его руке. Но вы знаете, мы часто, может быть, не живем в близости с Ним, потому что мы невнимательны к Нему. Как я начал сегодня, присутствие Божье, оно всегда с нами, но мы не всегда в Нем. Бог всегда с нами, но мы не всегда с Ним. И причина наше непослушание. Причина наше маловерие. И мы ничего не можем делать без веры в нашей жизни. Но наша вера, во-первых, она дар Божий. Бог посеял ее, как зерно, в наш дух. И эта вера, она умножается через возрастание. То есть, как вера может умножаться? Она может в 30 раз умножаться, она может в 60, она может в 100 раз умножаться. Но Бог ее не будет умножать. Она может быть умножена лишь только через то, что мы дадим ей произрасти и развиться в нашей жизни через послушание. Поэтому, когда Иисус говорит, иди за Мною, мы должны сказать, я раб, ничего не значащий. Я исполню все, для чего ты меня призвал. Я буду в послушании. И когда мы так поступаем и принимаем такое решение, наша вера всегда поднимается на новый уровень. Потому что Авраам поверил Богу. И это вменилось ему в праведность. Он поверил Богу, когда ему было дано обетование, рождение Исаака. Но это не был венец его веры. То есть, он не остался на уровне Исаака. Потому что Бог испытал его веру. Исказал, иди за Мною, принеси Исааку в жертву. И он пошел и сделал следующий шаг веры. И он перешел на новый уровень веры на горе Марианш. В жизни верующих людей многие остановились в росте веры, потому что получили Божие благословения и застряли в них. И они не переходят на новый уровень, потому что они не готовы выйти из того комфорта, который Бог им дал. И они в этом благословении сделали себе комфорт просто. Бог милостивый, он может годами не трогать человека, но человек просто не идет в следующий уровень веры. Он не идет дальше в сверхъестественное. Если мы желаем идти дальше, и дальше, и дальше, мы должны быть послушными. Мы должны идти за Христом, значит мы должны взять крест и отвергнуть себя. Отвергнуть себя это самое сложное. Но если мы будем внимательны, мы помним, что это очень интересно себя отвергать. Иисус, он говорит, знаете, здесь даже не то, что интрига, здесь есть приглашение к приключению. Иисус говорит, отвергни себя, пошли со мной. Понимаете, здесь нужно схватить все это в духе полностью. Он не говорит просто, иди, возьми крест и страдай. Он не говорит так. Не в этом смысл, чтобы человеку просто страдать. Он говорит, иди за мною, иди за мною. Этот отзов Христа, он просто вопиет в нашем духе. Потому что наш дух голодный, и он просто тянется к Богу сильно. Если мы скажем ему да, и мы отвергнем себя, мы перейдем в следующий шаг возрастания веры. Из веры в веру, и что дальше происходит? Из славы в славу, как от Иисподнего Духа. Через дух Иисподень мы будем входить в славу и присутствие Божие. Хотите ли вы, чтобы ваша жизнь, по крайней мере, ваша личная жизнь была пророческой, с этими стихами, по-моему, из Аллакума, когда земля наполнится познанием славы, чтобы вы внутренне жили в Божьем присутствии, чтобы слава Божья сходила необычным образом в вашей жизни, чтобы вы просто просыпались в облаке присутствия Божьего? Надо идти в первый класс, брать букварь и учиться читать, и начинать быть послушным Богу, исполнять его заповеди буквально, дословно, сто процентов. Как только мы начнем исполнять буквально все то, что Иисус говорил, его силу, мы увидим, как его Дух могущественно начнет действовать в нас. Потому что по плоти мы не можем исполнить заповеди Христовые. Они очень сложные, они вообще нереально сложные. Но если мы сосредоточимся на исполнении его заповеди, всю Нагорную проповедь возьмем как манифест своей жизни, вы увидите, как Дух Святой начнет могущественно на нас действовать. И вот это нас приведет к водительству в Духе Святом. И вот это приведет нас к тому, что мы будем иметь дерзновение, потому что поступаем в этом мире как Он. Мы будем иметь дерзновение, мы будем иметь смелость, мы будем не просто говорить, что я могу, я прихожу к Отцу, я там вхожу в кабинет, там смело. Вы знаете, можно все что угодно говорить, но никуда не входить. Можно просто сидеть во внешнем дворе с овцами, с баранами, с горлицами, там, с язычниками и исповедовать, что я во Святом Святых сейчас нахожусь, там, Духом. На самом деле, когда мы входим в Святой Святых, веруем и переживаем, внутри наш Дух трепечет отсоединение с Богом. На самом деле, если мы входим в Святой Святых, мы должны иметь дерзновение, но для этого мы должны быть в послушании. Потому что Иисус есть в пересвящениях нашего исповедания. И мы только в Нем можем войти во Святое Святых, но чтобы войти в Нем во Святое Святых, мы должны идти за Ним. Ну, невозможно идти за Ним, если не расстрять самого себя. Потому что мы входим через крест Иисуса Христа. Мы входим через Его жертву. Но невозможно входить в Божие присутствие, в веру и в его жертву, если на самом деле вот это богатство, обетование закона не исполнится внутри нас. Это же не просто факт юридический, что мы верим в жертву Христа. Это фактически должно исполняться внутри нашего сердца. Понимаете? Ну, скажем так, простым языком. Все то, что написано в Библии, оно объективно. Это просто знание. Правильное знание Божие. Спасение. Общение с Богом. Но оно все должно субъективно по вере в нас исполниться по-настоящему. Это не просто нужно верить в объект веры. Это должно быть внутренне растворено верой услышавшего. И если это в нас не происходит, мы просто религиозные люди. Потому что Бог желает, чтобы мы не просто числились в Царстве Божьем, но чтобы мы уже сейчас жили в Царстве Божьем. Бог желает, чтобы мы не просто были назначены усыновленными им. Он желает, чтобы мы ходили в этом сыновстве. А хождение в сыновстве – это внутреннее водительство Духа Святого. Это есть послушание. Если мы не слушаем Духа Святого, Он не ведет нас никуда. Все очень просто. А водительство Духа Святого начинается с простого. Как мы относимся к Слову Божьему? Слово Божье говорит, делай так. Ну, правильно написано? Ну, вот все. Ты можешь свою волю изучать прямо сейчас. Вот это все. Вот твоя воля. Вот его воля. Готов ли ты сломать свою волю под его? Все. Если ты не готов, куда дальше идти? О чем дальше говорить? Братья и сестры, будем стремиться познать Господа. Потому что без богопознания нету жизни нормально вообще. Мы не будем никогда счастливыми людьми, если мы не будем находиться в богопознании. Невозможно богопознание без пути послушания. Давайте примем решение. Что значит примем решение? Применим нашу волю. Неважно, вы сейчас чувствуете, не чувствуете. Есть у вас побуждение, не есть побуждение. Воля не имеет никакого отношения к вашим чувствам, к вашим побуждениям. Вообще никакое. Воля это что-то другое. Это решение ваше. Потому что вот это как раз и есть самообман личности. Когда мы опираемся, вот как-то у меня есть побуждение сейчас, нет побуждения. Воля действует без никаких побуждений. Если мы готовы сказать. Да, Иисус, возможно моя воля поражена грехом и плотью. Возможно моя воля находится в рабстве у дьявола. Верующие люди, искупленные Иисусом Христом, многие находятся в рабстве у дьявола. Их воля находится под властью бесов. Это вполне возможно. Возможно, что в нашей жизни такие сферы. Это те сферы, где мы хотим вырваться, но у нас все время не получается. Мы как будто постоянно боремся с тем, что мы не можем никак преодолеть. Мы говорим, какая у меня плоть сильная. Это не просто плоть. Это еще мироправители тьмы века сего, которые держат вашу плоть в рабстве. И мы не можем это сломать никак в своей жизни. Когда мы не можем сломать? Почему? Потому что воля поражена наша в этом вопросе. Но если мы примем решение и скажем, Иисус, Ты есть мой освободитель. И я просто принимаю решение. И я пойду до конца, как бы мне было плохо. Я лучше умру, чем соглашусь со грехом. Вы увидите, насколько Бог могущественно начнет нас освобождать в этом вопросе. Потому что Бог никогда не освобождает человека против его воли. Дьявол, да, действует, порабощает волю человека. Но Бог никогда не действует помимо нашей воли. Он никогда с нами не обращается, как с марионетками. Потому что Он уважает личность человека. И если мы желаем быть послушными, мы просто должны принять решение спасти свою волю в Иисусе Христе. Вот просто взять свою волю и отчленить ее от чувств, от мыслей, от всего. И посмотреть, знаете, позвоночник, наверное, от воли. Вот такая в духовном человеке, это позвоночник. Все, разгрести, все убрать. Вот мой позвоночник, искривленный. Какой-то, знаете, не знаю, парализованный. Но если мы отдадим это Богу добровольно, и скажем, Боже, вот моя воля, посвящаю ее Тебе. Не просто сейчас я возбудился, на эмоциях посвятил, а потом эти чувства прошли. Это опять не задействовало волю, это только чувства задействовало. Но поймите, когда мы начинаем идти путем послушания, через познание Божьей воли, своей волей, мы имеем стержень внутри себя. Мы имеем позвоночник в своей вере. Все начинает строиться, мясо, все мышцы нашего веры начинают расти на позвоночнике, потому что есть наша воля. И тебе завтра уже не важно, что ты чувствуешь. Тебе не важно, что ты переживаешь уже даже. Тебе не важно, какие мысли в твоей голове, ты твердо стоишь в вере во спасение души, потому что ты свою волю полностью подчинил под его волю. И ты говоришь, да будет воля твоя, а не моя. Да придет Царство Небесное, да будет воля твоя на земле, как на небе. Когда вы молитесь молитвой общей нашей, говорите, да будет воля твоя и на земле, как на небе. Что вы подразумеваете? Что мешает его воле распространиться на земле в вашей жизни? Как не наша воля, которая не покорилась ему. А Слово Божие говорит, что ничего не останется покоренным ему. Но Бог желает покорять нас через наше послушание. Он не будет, знаете, Бог, Он не захватчик. Он ждет, когда мы откроем наше сердце. И тогда Он завладеет нами. Он захватит наше сердце. Мы попадем в плен, но будем пленены Его любовью. Знаете, как хорошо сдаться в плен Иисусу Христу? Как хорошо быть плененым Его любви. Как хорошо быть повязанным Духом Святым. Как хорошо быть связанным Духом Святым, а не нечистым. Но Дух Святой связывает лишь только те руки, которые протянуты Ему. Если мы не протянем Ему свои руки в решение, Он никогда нас не свяжет, Дух Святой. Он никогда нас не пленит в своей любви. Потому что Он никогда не действует насильно. Он всегда действует по нашему решению, по нашей воле и всегда ждет. И мы имеем право отказать Ему. Мы имеем право не открыть Ему дверь. Мы имеем право не протянуть Ему руку и не поздороваться с Ем сегодня. Имеем ли мы право? Мы не имеем этого права. Но Бог нам дал это право. И мы, к сожалению, его используем постоянно. И поэтому мы очень часто живем в пустоте. Пустота, пустот есть все пустота. Понимаете? А Бог желает наполнить все во всем. Аливе. Так же церковь. Если в церкви нету позвоночника, это хордовое. Это не церковь. Ну, это церковь, но она какая-то, понимаете, аморфная. Если нету позвоночника, если у церкви нету волевого решения смирить свою волю под волю Бога. Если церковь, она не говорит, да будет воля твоя во всем. Вы знаете, вот здесь выстраивается просто вера церкви, позвоночник церкви в теме Христа. И тогда уже нам не важно, что с нами, как с нами. Мы уже можем сказать, пойдем до конца. Будем идти до конца. Будем ползти до конца. Не смогу идти, буду ползти. Но до конца почему? Потому что я принял решение. И Бог на основании моего принятого решения действует во мне могущественно с силой своей. Братья и сестры, знаете ли, что Бог не действует в нас автоматически своей силой. Что Его сила в нас действует лишь только по нашему согласию. И как только мы не соглашаемся, мы блокируем действия Божьей силы в нашей жизни. И все. И все, до свидания. Как только мы говорим Богу да, что такое сказать Богу да? Не просто там сказать да, а да по-настоящему. Это же решение. Вы сейчас скажете Богу да. И потом увидите что-то необычное в вашей жизни. Но не нужно бояться. Потому что вы говорите да. А ваш крест уже давно в углу стоит. Он там уже стоит уже несколько лет. И ты думаешь, а если я скажу да, а вдруг он на самом деле придет? Не бойтесь. Не бойтесь. Когда Бог говорит, идти за мной, он говорит, не бойся. Не бойся взять, потому что иго моё не тяжко. Не бойся. То есть тот крест, который ты получишь, это не будет то, что. А вдруг он правда не крест даст. Лучше же может отсидеться как-нибудь. Конечно можно отсидеться. И в Царство Божие прийти отсидевшись как бы из огня. Можно. Но насколько лучше прийти и получить больше всех-то. Я допустим не согласен с тем, что когда человек говорит, да что, мне главное в Царство Божие попасть. Мы просто не понимаем, что мы там получим. А то, что мы там получим, это будет вечно с нами там. И там уже нельзя это будет получить больше или меньше, потому что там мы получим по тому посвящению, которое мы имеем здесь. Поэтому Павел говорит, я просто хочу победить и первым прибежать и схватить, и никому не отдать то, что мне принадлежит. Я хочу получить этот венец. Я просто бегу, я порабощаю дело своё. Почему? Потому что Бог что-то приготовил великое для нас. И мы уже можем в сердце переживать, что там что-то приготовлено. Кто из вас переживал хоть немножко... Ну, некорректный вопрос. Переживали ли вы вымазание Божие в своей жизни? Вот то, что он приготовил, вот такое. Но только в миллиарды раз больше. Вот такое. Вы цените то, что вы когда-то переживали? Вот представляете, вот то там приготовлено. Цените то. Это его присутствие, это его слава. И он это приготовил для нас. И мы должны стремиться и просто бежать и взирать на него, чтобы никто не восхитил нашего венца. Аминь. Ну что ж, давайте встанем, помолимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.